ТРАССА 101 Приветствую в эфире ТРАССА 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Центробанк согласился предоставить мобилизованным российским гражданам возможность досрочного расторжения договора ОСАГО. При этом часть денег за неиспользованный период действия страховки автовладельцу вернут. Для этого нужно будет лично обратиться в офис страховой компании, либо заполнить соответствующее заявление на ее сайте. Предусматривается и совершение данной операции другим лицом по нотариальной доверенности. Когда новшество вступит в силу, пока неизвестно. ТРАССА 101 В России изменился внешний вид национального водительского удостоверения. С его обратной стороны МВД планирует убрать штрих-код. Его предназначение в том, чтобы помогать сотрудникам ГИБДД выявлять фальшивые права. Однако проверка по штрих-коду давно не осуществляется, сообщили в полицейском ведомстве. Идею собираются реализовать в следующем году. ТРАССА 101 Российский автопроизводитель Эволут объявил о начале продаж электрического седана АйПро. Рекомендованная розничная цена авто без малого 3 миллиона рублей. Машина оснащена 150-сильным двигателем. Максимальная скорость 145 километров в час. На одном заряде седан может преодолеть более 400 километров. Для полного заряда аккумулятора от обычной сети потребуется почти 8 часов. ТРАССА 101 А в Тольятти начали выпускать детский электрический автомобиль Нивушка. Внешне он походит на знаменитый ВАЗ-2121. Рассчитанная игрушка на детей с массой тела не более 35 килограммов. Электромотор мощностью 250 ватт разгоняет автомобильчик до 6 километров в час. Он, кстати, может автоматически притормаживать вплоть до остановки. Заряда батареи хватает в среднем на 10 километров пробега. Стоимость машинки порядка 34 тысяч рублей. ТРАССА 101 Компания Джили создала систему климат-контроля, которая меняет температуру воздуха в зависимости от того, во что одеты водители и пассажиры. Для этого в салоне пришлось установить дополнительные датчики и видеокамеру. Также электроника способна менять параметры, если человек, например, уснул или у него ухудшилось самочувствие. Когда и на каких автомобилях появится данная технология, китайцы не уточняют. На этом все. Подписывайтесь на наш телеграм-канал ТРАССА 101. До свидания. ТРАССА 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова